19 марта этого года стала для Казахстана важной датой, так как именно в этот день экс-президент республики Нурсултан Азарбаев заявил о своей отставке. Отбросив внутриполитические перестановки акцент, что сделать на то, будут ли изменения в отношении между Кыргызстаном и Казахстаном. Ведь как можно было наблюдать на КПП, а к телек-автодорожной смены руководителя страны отразилась на предвзятость пограничников соседей. Но это, скорее всего, в большей степени человеческий фактор. Да, это переломный момент и, возможно, отчасти болезненный. Впрочем, для Кыргызстана это хорошая возможность наладить отношения. Ведь в ряде случаев казахстанская сторона ставила припоны для товаров из нашей страны в виде жесткого контроля на границе. Хотя это больше похоже на дискриминацию по территориальному признаку. Кыргызстан, конечно, учитывая вот эти нюансы, потому что такие процессы, такие события повторялись, когда Казахстан перекрывал границу каким-то образом. И вот учитывая вот эти моменты, как Кыргызстану выстроить в будущем отношения так, чтобы этих ситуаций не повторялось. Потому что мы тоже имеем, Кыргызстан тоже имеет определенные инструменты влияния на соседнее государство. Даже, предположим, Китай, огромный Китай, вторая экономика мира, на равных относится к Кыргызстану, несмотря на то, что это большая страна. Хотя тот факт, что Кыргызстан с равни Казахстану находится в одних и тех же организациях, в том числе и АЭС, таких проблем возникать не должно. Так как идея создания экономического альянса и включает в себя послабление. Никто не говорит про закрытие глаз на несоответствие товара стандартам. Но про предвзятость сказать можно. У нас должна была быть единая экономика. В этом и есть союз. Понимаете? Если вы езжаете в Европейский союз, вы не увидите границ между государствами в Европейском союзе. А что это за Евразийский экономический союз, где у нас границы сохраняются? Более того, они усиливаются. Более того, там больше препон для движения товара. Но эту ситуацию можно изменить, если подобрать нужные слова двух лидеров стран Сарадва Дженбекова и будущего гаранта Конституции Казахстана. Напомним, президент соседнего государства Касым Джамар Такаев сообщил, что в соответствии с Конституцией принято решение о проведении внеочередных выборов президента 9 июня 2019 года. Радион Режцев, Телек Асадбеков, 5 канал.